С нашей съемки мы уезжали быстро. По украинских позициях начала плотно работать российская артиллерия. За несколько часов до этого еще в спокойных окопах нас встретил шуруп. Это позывной такой. Шуруп крутит воги. Это снаряды для подствольного гранатомета. Переделывает их для аэроударов. Используется для подствольника. Но ты не видишь, куда ты попадаешь. Но когда ты вешаешь ее к квадрокоптеру, к сбросу, тут видишь цель. Роликов куча, да? Половину наших. Все видео он обещает показать позже. Пока шуруп крутит гранату и говорит, изучать ноу-хау начал еще до полномасштабного российского вторжения. Вот так быстро. Просто я не привык на камеру это все делать. Секреты производства нового снаряда далеким от оружейного дела будут непонятны. В разговоре он часто переходит на понятную нам с оператором терминологию. Видите, пептик? Когда он срабатывает, прогорает, вот здесь прогорает. Это нам наши друзья-волонтеры делают на 3D-принтере вот такой механизм пластиковый. На 3D-принтере? Да. Потом вставляется вот сюда гвоздик. А это ударник. Он пробивает вот эту часть. Сейчас я вам покажу. Волонтеры делают не только этот механизм, а и эти хвостовики для гранат. Таких снарядов шуруп только на этой позиции сделал уже больше двух сотен. А здесь он относительно недавно. На этом участке фронта ВСУ медленно, но оттесняет противника. О том, что украинская армия продвигается немного на изюмском направлении, можно судить и по вот этих позициях. Это раньше были российские позиции, вот это российский блиндаж. Сейчас они пустые. Украинская армия продавила российскую линию обороны и заняла новые позиции, которые вот в армейской терминологии звучат как тактически выгодные высоты. Александр на фронте только вторую неделю, а уже сидит за рулем трофейной российской БМП. После очередного обстрела позиций... Александр рассказывает, БМП нашли возле российских окопов после отхода пехоты. Уходила она ночью, видимо, говорят украинские армейцы, БМП была слишком шумной для отступления. Техника старая, но только снята с консервации. Налипка, она консервуется полностью, все люки, все полностью консервируется. Новейшая, как они, аналогов нет, говорят, что уже чуть-чуть подзакончилось и вынуждены старыми образцами воевать. А вот в этом ремонтном ангаре подбитая трофейная техника. Военные говорят, подбили даже парадный БТР. На боку парадной звезды, внутри рабочий кондиционер. Открывай. Открывай? Да. Давай. Заткрывай. Медленное продвижение украинских войск обеспечивает и шуруп с друзьями. Квадрокоптер с подвесной гранатой уже в пути. Они здесь находились. Раньше себя они вели очень, так скажем, вызывающе. В плане того, что приезжали на танки, не маскировались. На сегодняшний момент они залезли где-то в середину уже. Сейчас мы с вами залетим на их позиции. Пока пилот квадрокоптера подлетает к позиции, шуруп показывает видео работы накануне. Зара, давай, вот сто процентов попаду. Запись включена? Запись есть. Миша. Да. Бум. Хорош. Здесь подвесной гранату сбросили возле российского блиндажа, а здесь бутылку с взрывчаткой сбрасывают на танк. А вот смотрите, вот видите, накрытый их не получается блиндаж. Смотрите, если вот присмотреться. На цель у пилота квадрокоптера меняется мгновенно. На позицию привезли новый боекомплект. Если есть координаты, давай координаты. Я понял. Ну, значит, снаряды привезли. Это вы открываете? О! Зарвал, ахуй. Ты в БК попал. У тебя пропеллер какой сильный. Давай гореть, сука. Никто не выбегает тушить даже. Ты, если уничтожил грузовик с боеприпасом, чем они будут стрелять? Не будут? Я уничтожил, уничтожили эти танки. Они не будут стрелять. Уничтожил блиндаж, где сидит их начальство. Все, атака захлебнулась. Медленное продвижение украинских войск не дается легко. Только квадрокоптер приземляется. Нас просят покинуть позицию. На нее наводится российская артиллерия. Вот приход. А он прям по полю. Давай, выйдем. Палочки. Справа, палка, обойди. Вылет. Спрятайся. Понятно. Передовую нам удается покинуть только после работы украинской авиации. После нее российская артиллерия утихла.